Сезон уже стартовал. В городе более 100 тысяч гостей. Люди загорают и купаются. Но вот о полной безопасности в отелях и санаториях и на пляжных территориях говорить пока еще рано, подчеркнул мэр. Средства размещения должны быть полностью благоустроены и обязательно оборудованы видеокамерами. По большому счету в полном объеме выполнять паспорт безопасности. К сожалению, еще не все объекты размещения имеют такой паспорт безопасности. Это еще больше, это уже знаете, не столько даже неорганизованно, сколько преступно. Преступление. Даже сами некоторые недопонимают ответственность, если что-то произойдет. На устранение недостатков дано 10 дней, потом повторные проверки. Если результаты опять будут неудовлетворительными, нерадивым хозяйственникам придется объясняться уже с прокурорами. На курорте 177 пляжей. Большая часть из них уже получила паспорта готовности. Но есть и аутсайдеры. К сожалению, в ходе проверки 8 пляжей уже не соответствуют требованиям обеспечения безопасности людей на водных объектах. Это, к сожалению, будут те же самые пляжи, они уже здесь звучали. Пляжи Лавского района. Санаторий Янтарь. Санаторий Лазаревская. Муниципальные пляжи Дельфин. Свирский. Солоняки. Калипса. Чайка. И пляж Усудоверфи. Это все пляжи одного района. В других районах пляжи готовятся пока без замечаний. В ходе проверки этих пляжей были выявлены грубые нарушения требований правил охраны жизни людей на водных объектах. Пляжи, которые не соответствуют требованиям безопасности, мы не допустим к эксплуатации. Такие пляжи не будут работать, люди на них купаться не будут. Глава города заявил, с нерадивыми арендаторами контракты будут расторгнуты. Обсуждали и ситуацию на дорогах. На курорте опять пробки. Зачастую виноваты сами водители, которые паркуются там, где им вздумается, и дорожные инспекторы, которые бездействуют. Договорились с полком ДПС, договорились с ГИБДД, договорились с таксистами, ну имеется, перевозчиками, что друзья, сегодня как никогда важно соблюдать правила дорожного движения. Посмотрите, что творится у нас на заездных карманах. Таксисты не то, что улучшили свою работу, они ухудшили. Потому что я вчера смотрел на Джаникидзе, проводится саммит железнодорожников. Вы знаете, под знаками, везде машины, проезжают патрульки. Никто не обращает внимания. Глава города потребовал навести порядок и с дорожными указателями на трассах курорта. К примеру, с объездной можно попасть в любой микрорайон Хосинского и Центрального районов. А водители информируют, что эта дорога только на Джудгу. В итоге заторы на курортном проспекте. Анатолий Пахомов напомнил, все, кто игнорирует решения антитеррористической комиссии, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.